Давайте начнем с ПКТ. На ваш взгляд, вообще стоит заниматься ПКТ или уровень тестостерона, так или иначе, все равно придет в норму через какое-то время? Смотрите, Денис, ситуация какая. Если вы атлет юного возраста, вам все-таки лучше использовать курсовую модель приема стероидов. То есть курс ПКТ-пауза. Безусловно, что с использованием ПКТ уровень восстановится быстрее, пауза перейдет мягче. Поэтому надо четко понимать, что на этой паузе что-то будет потеряно, но что-то, возможно, и останется. Вот опять же, часто вот этот вопрос, что если я без ПКТ, то я все солью. А с ПКТ ты тоже все сольешь, только чуточку попозже. Правильно ли я понимаю, вот задам свой вопрос, из своего понимания. Вот смотрите, есть у человека генетический предел. То есть все, что он набирает с фармакологией сверхгенетического предела, это, в общем-то, то, что он так или иначе может потерять. То, что он набирает до генетического предела, это то, что, в принципе, с ним всегда... Смотря, как строятся его тренировки, если он фармакологию применяет для того, чтобы протолкнуться дальше в росте силовых показателей, то потом, после отмены стероидов, правильно поставленные тренировки позволят какую-то часть набранную силовых сократить, сохранить. Соответственно, вместе с этим какая-то часть мяса тоже сохранится. Ну, надо тех же лифтеров посмотреть, они же большинство не химичат постоянно. Они выстреливают и ходят постоянно большие за счет того, что они переходят из категории в категорию, хотя этого не хотят, просто потому, что на них наросло мясо. Наскачки этого, к сожалению, понять не могут, поэтому вот эти бесконечные пикдеки, кроссоверы и прочие анонизмы, а потом удивляются, почему они сдулись. Все же просто. Что включать из препаратов фармакологических в ПКТ? Знаешь, я много дичайших видел вариантов в ПКТ, включая которые гонотерапин, приварон включают. Значит, просто вот для тех, кто не понимает гонотерапин, ничего не восстанавливают, он просто напоминает организму о том, что в нем есть там ЛГ или ФСГ, не помню. Поэтому гонотерапин после курса, он всего лишь отсрачивает восстановление. Но никак его не делает. Поскольку введенный извне, он как раз и гасит эти ЛГ или ФСГ, не помню. Не суть. Гонотерапин колется на курсы для предотвращения тестикулярной атрофии, но никак не после. Проверон – это андроген. Любой андроген, введенный извне, гасит производство собственного тестостерона. Просто вот я недавно был знакомый, причем дяденька там в больших погонах, ему большой атлет написал курс. И ПКТ гонотерапин, проверон. Юпта вам, я думаю, как это? Вот. ПКТ обычно проводится препаратами-антиэстерогенами. В принципе, их так, чтобы как-то это нормально прошло. Их два – кламид и термифен. Это максифен, в силу его побочек, я бы не советовал его использовать. Стандартные протоколы, их полно в интернете, на месяц. Либо то, либо то, либо вместе. Все. Я вот переводил книжку, ну, читал на английском языке книжку, просто не помню кого. И вот по поводу кламиды, в частности. Он рассказывал о том, что кламид не всем подходит в силу того, что у части людей порядка 25%. Значит, то есть, либо так, либо так. Опять же, хотел вот спросить по поводу, опять же, дичайших предположений проводить, скажем так, ПКТ и поднимать уровень тестостерона ингибиторами ароматазы, типа анастрозового. Анастрозового, вы можете всего лишь понизить уровень эстрадиола, но никак не поднять тестостерон. Причем, вот давя эстрадиол, вы, скорее всего, загасите свою потенцию. То есть, эффект будет совершенно обратный. Плюс, я сейчас видел в сети довольно популярный комитетель, называется бусерлин. Пшики, который опроводирует гипоталамус на выбор слуги и ФСГ. Вот, восторженная там движуха вокруг всего этого. Вот как раз все это может привести к фармакологической кастрации. Вы загасите полностью гипоталамус и все. Не надо придумывать велосипедные. Есть стандартные протоколы ПКТ. А то, что на курсе ЛГ и ФСГ в нулях, это нормально. Так и должно быть. Смысл иметь ЛГ и ФСГ не в нуле на курсе. Вот для меня загадка просто. Там громкие такие статьи, как я ПКТ отправил в прошлое, еще что-то. Всяк кастрации. Приведешь, вот и все. Вы просто как бы отправили и зрителей, и меня читать протоколы. Но я все равно задам вопрос. Средняя продолжительность ПКТ? Да, в месяц от 28 до 45 дней. Дальше в самом смысле. Соответственно, ПКТ же оно делается, исходя из анализов, правильно? То есть, сдаешь анализы? Ну, понимаешь, Денис, ситуация какая. Вот анализы сдаешь, сейчас вот эта тема с анализами везде бушует. Не все имеют возможность сдавать анализов. Если у тебя курс, скажем, тестостеронный пропианат через день 100 миллиграмм, я думаю, без анализов можно обойтись, просто пропить, кламять месяц и все. Не усложняйте. Анализы – это когда что-то действительно продвинутое. Либо у тебя какие-то болячки есть. Если ты живой, здоровый, ну, всю чуточку проще. Когда люди каждую неделю бегают, сдают анализы и тратят денег больше, чем на курс стероидов и на еду, ну, это нонсенс. К слову говоря, я вот купил у Юрия Бомбелы книжку, одну из последних, про как поднять уровень собственного тестостерона. Что это не будет? Он меня напугал так, что я пошел, сдал все свои анализы. И оказалось, что все в норме. И я вот думал, а зачем я сдал все анализы, если у меня и так все в норме? Потому что я вот с силового возраста, я хожу, сдал анализ, где-то раз, два, три месяца. Это несложно. Биохимия, общие и гормоны. Ну, просто там специфические маркируют, типа кривка. Просто для понимания, правильно ли я тренируюсь. Если у меня кривка завышена, это перетрен. А если гематокрис завышен, где-то я замудил с препаратами, надо чуточку слиться. Если там еще какие-то показатели, я их купирую. Ну, блядь, у меня шестой десяток. Совершенно понятно, что я в группе риска. Но когда в 20-25 лет вот так бегают, мне кажется, это сумасшествие просто. По окончании, вот просто пропить и забыть, или все-таки нужно как-то понять, что вот... Ну, а потом сходить, сдать тестостерон и посмотреть, поднялся ли он. Ну, понимать четко, что вот в определенном возрасте, собственно, тестостерон, ну, поднимется он там до 12-15. Ну, в любом случае, тех ощущений, что на курсе, вот многие говорят, что, блядь, у меня после курса упала потенция. Оно у тебя не упало, оно у тебя вернулось к тому, что было до курса. То, что было на курсе, забудь про это, оно будет только на курсе. Вот и все. С этим вопросом, я так понимаю, разобраться...